Здравствуйте, друзья! С вами компания Дип Гайри Минкуль и я, Лейсан Гаязова. Сегодня хочу представить вашему вниманию квартиру планировки 3 плюс 1. Находится она в тихом, спокойном месте нашего микрорайона Т-Дже. Здесь у нас до моря буквально метров, наверное, 550. Точно есть. Значит, на территории комплекса у нас есть бассейн, как вы видите, взрослый, детский. Есть беседка, генератор, сказали, что будет. На входе такой интересный фонтанчик. Мы его покажем все равно в конце. Я очень хочу. Давайте посмотрим квартиру. Мне она очень понравилась. Она большая, светлая, а балконы вообще просто чудо. Это у нас пагет. Здесь у нас два лифта. Мы сейчас с вами поднимемся на наш четвертый этаж и посмотрим нашу трешечку. Пойдемте. Та-ра-та-там, та-там. Пожалуйста, вам. Вы поднимаетесь на лифте и любуетесь горами, любуетесь апельсиновыми садами. Какая прелесть. Вот мы с вами зашли в квартиру. Это у нас прихожая. Дверь хорошая. Дверь металлическая. Тут у нас есть уже установлен видеодомофон. Здесь место для прихожей, для гардероба. Что хорошо, в этом проекте у нас отдельные кухонные дня вообще. Полностью комната, не кухонная зона, как обычно мы говорим. И вот мы с вами заходим в кухню. Она большая, просторная. Посмотрите. Кухонный гарнитур встроен. Тут еще идут, конечно, работы, как вы видите. Не закончена. Подготовлены ниши, как для установки паладинника, посудомоечной машины, вытяжка, варочная поверхность, духовой шкаф, естественно. В общем, все необходимое здесь предусмотрено. Батареи, как вы видите, уже установлены. Здесь можно расположить стол кухонный, обеденный. А также отсюда можно выйти на балкон. Наши балконы большие. В этом проекте мне вообще очень понравилось. Такие прямо смачные балконы. И говорю, хотя это объединенный один большой балкон получается, но территориально немножко разделен. Здесь у нас стенка. Пойдемте, я вам покажу. И вот здесь мы с вами вышли из кухни. Приготовлено место под индивидуальный котел отопления. Он двухпланторный, то есть можно будет греть и воду, не только отапливать в помещении. И у меня есть такое смутное предположение, что здесь вообще это будет полностью все закрыто, потому что тут еще розетки есть. И здесь можно будет установить еще продолжение, так сказать, кухонного гарнитура, что тоже очень удобно. Пройдемте теперь дальше. Мы плавно перетекаем в зону зала, вернее, балкон со стороны зала. Вот такая красота. Посмотрите, большой балкон. Здесь можно и качели разместить, и стол большой обеденный разместить. Смотрит это у нас все на юг, на море. У нас есть вид на море с четвертого этажа. Представьте себе, хорошо вид на море. Кроме того, что вот тут у нас подготовлены выводы под кондиционеры, и сделана ниша специально для них. Здесь у нас вообще, вот я, честно говоря, первый раз вижу такой проект, когда у нас готовы разъемы под телевизор. Антенна, электричество, все подведено. Пойдемте дальше в зал. Такой вот у нас легкий воздушный проект. Нет, у меня такие ощущения складываются. Мы сейчас с вами зашли с балкона. Здесь у нас окно на западную сторону. Посмотрите, оно в пол. Там небольшой французский балкончик для того, чтобы можно было помыть окно качественно. Кроме того, посмотрите, для телевизора все розетки есть в разъеме. Также в пол, интернет все это есть. Тут у нас есть и батарея уже установлена. В общем, все необходимое тут имеется, и все это там хорошо сделано. Пойдемте дальше. Дальше мы с вами идем по коридору. Здесь у нас первый туалет. Обычно здесь бывает а-ля турка, но в этом проекте предусмотрена установка унитаза. Вот я вижу, уже подготовлено все. Также здесь есть место под умывальник. Тоже подготовлены разъемы. Напротив него одна из спальных комнат. Их у нас три. Я еще раз вам напомню. Первая спальная комната, как я сказала, уже она небольшая. Но я так думаю, что здесь удобно. Можно будет разместить детскую. Место под кровать. Вот, господи, шифоньер, под рабочий стол тут имеется. Также у нас здесь балкон на западную сторону. Причем это очень интересный балкон. Он объединяется со смежной комнатой. Вот с той стороны балкона есть ниша, куда можно поставить рабочий стол, застеклить это все и использовать на свое усмотрение. И отсюда открывается чудесный вид. Большой простор, горы видно. Очень интересно. А здесь вот выход уже в следующую комнату. Причем тут вот можно установить стиральную машинку. Мы с вами во второй спальной комнате. Она тоже небольшая, но тоже такая миленькая. Тут детскую комнату еще одну можно организовать спокойно. Здесь также у нас есть батареи отопления, как и во всех других комнатах. В принципе, и все. И выход на балкон, который вот совместный. Мы с вами зашли в одну спальную комнату, вышли из другой. Снова мы в коридоре. Это у нас второй уже санузел по счету. Это общий санузел, полноценный. Здесь у нас есть и унитаз, и душевая кабинка, и место под умывальник. Также есть полотенцесушитель. Мы с вами в родительской спальной комнате. Вот смотрю на это большое окно. Вообще, кстати, тут потолки очень высокие, надо отметить. Я думаю, что тут 2,90, наверное, точно есть. Может, даже и больше. И окно расположено так, что если вы здесь поставите кровать, то вы будете лежать и любоваться нашими горами. Окно это на северную сторону. Также в этой комнате у нас есть балкон. Батареи вы уже сами наблюдаете. И вот, представляете, мы с вами из кухни вышли на балкон, из зала вышли на большой балкон. Из двух спальных комнат у нас есть на общий балкон. Это уже получается второй балкон. И вот это третий балкон. То есть практически из каждой комнаты вы можете выйти, подышать наисвежайшим морским воздухом. Смотрите, здесь у нас такой интересный уголок. Мы так долго размышляли, как это правильно использовать. Наверное, все-таки надо было здесь вот еще что-то соорудить, чтобы это закрывалось. У меня дверь, я не знаю, там разъезжной что-то. Почему? Потому что здесь у нас подусмотрен туалет, санузел. Здесь есть унитаз и место под душевую кабинку. Но вот здесь вот открыто. Кто-то это может использовать в положительном плане, кто-то в отрицательном. Но если вот здесь вот все это перегородить, то можно сделать и кладок, гардероб организовать. Кто-то может сюда поставить даже стиральную машинку, тут местный есть. В общем, на ваше усмотрение. Тут идея, в принципе, неплохая. То есть в этой спальной комнате родительской у нас есть и санузел, есть балкон, есть шикарное окно с шикарным видом. Я думаю, что это неплохо. Итак, мы с вами посмотрели нашу квартиру. Обошли, тщательно ее изучили. Я вам показала как плюсы, так и минусы ее. Что могу сказать? Разговаривала после просмотра с застройщиком. Он прям вот побожился, что через месяц. Будет все сдано, все сделано. Все отделочные работы закончены. Сказал, что к апрелю месяц он получит уже и скан на этот дом. Ну, посмотрим. Время у нас впереди еще есть. Его не так много. Что могу сказать? Впечатления от квартиры достойные. Хорошая квартира достойна нашего с вами внимания. Поэтому пишите, обращайтесь. Вот видите, вот это вот дело сейчас не работает. Я была тут, когда вот это все дело запускали. Это тоже очень миленько. Это буквально на входе в наш комплекс. Тоже такая милая изюминка к этому всему действию. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. С вами была Аля Исан Гаязова. И дружная компания Дипго и Ременкуль из Солнечного Мерсина.